Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Разбил я сердце человеку, очень сильно себя виню. У меня появился друг, и на тот момент он знал, что у меня есть парень. Он мне сказал, давай будем друзьями, но мой парень на тот момент был в армии. Мы с другом хорошо проводили время, гуляли, веселились. Три месяца провели летом. Я ему рассказывал про парня своего, как считал я, ему нравились истории. Он меня спрашивал про него, и чтобы какой-то влюбленности от друга я не веду. Плакал за парня, так как мой парень должен был уехать в другую страну. Друг меня жалел. Что случилось потом? Мой парень приехал, друг об этом знал. Мы с вами начали редко общаться с свободным и другом встретились. Я рассказал, что мой парень забирает меня с собой через 4 месяца. По нему я не видел расстроенности, он даже спрашивал, как и что. Я рассказывал все, но сейчас он мне написал, что у него были чувства ко мне, а я вовсе этого не понимала. То, что он себя теперь чувствует так, как я себя чувствовала, когда я ему плакал. Мне так стало больно от этого, и что делать, я не знаю. Во-первых, во-вторых, мне вот интересно, вам стало больно, потому что вы столкнулись с чем-то таким в себе снова. Это очень похоже, что вам больно от того, что парень напомнил вам о том, каково было вам, когда вы плакали. Я, конечно, не знаю всех деталей, но выглядит это именно так. Если это так, на самом деле, то как минимум вам желательно обратить на это внимание. Потому что в дальнейшем подобное вам само собой будет мешать и будет мешать неоднократно, если вы не будете к себе сами внимательно. Внимательно. Вообще, если вы не будете к себе сами внимательны, то, на мой взгляд, к вам никто не будет внимателем. Это, быть может, и больно, но реальность такова, лучше бы ее постараться принять. Следующее чувство вины свидетельствует, как мне в первую очередь кажется о том, что в определенный момент были нарушены личные границы. Ваши личные границы, как мне кажется парнем. Само собой, я могу ошибаться. Я не настаиваю. Но мне показалось именно так. Мне показалась именно такой история, когда вы ее описывали. То есть, в вашем общине присутствует нарушение личных границ, как с его стороны, так, судя по всему, и, к сожалению, с вашей. Это, конечно, неприятно, это, скорее всего, больно, но тем не менее. Что я подразумеваю, говоря о нарушении личных границ? Конечно, в первую очередь я говорю о том, что вы, ну, общаясь с парнем, взаимодействуя с ним, скорее всего, не то, что бы очень сильно им интересовало. Вы говорите, вам казалось, что ему нравились ваши истории. Ну, наверное, имело бы смысл у него об этом спросить. Вообще, если ему действительно ваши истории нравились, то, на мой взгляд, довольно странно, что он теперь, по сути, ставит вам это в вину. На манипуляцию похоже, честно говоря. Дальше. Когда нарушаются личные границы между людьми, то человек начинает, как бы, брать на себя ответственность. Начинает брать на себя ответственность за то, за что он не отвечает. То есть, например, вы совершенно точно не отвечаете за своего парня. Вы не отвечаете, точнее не за своего парня, а за друга. За своего друга. Вы за него совершенно точно не отвечаете. Вы не отвечаете за его чувства, хотя бы потому, что он все изначально уже знал, но чувство в иной стороне возникает. И это говорит о том, что где-то вы себя предали. Это говорит о том, что где-то вы себе, что называется, изменили. Может быть, рассказывая истории про своего парня, который в это время был в армии, вы чувствовали, что поступаете неправильно. Может быть, что-то еще. В любом случае, сейчас наша задача, пожалуй, заключалась в том, чтобы это выяснить. Это то, что может сделать для вас, собственно говоря, психолог. Помочь вам выяснить, а что же, собственно говоря, там произошло. Что же, собственно говоря, там случилось. Я имею в виду с вами. Насколько вы были с собой, когда делились с своим другом, вашими переживаниями, вашими, вашими, может быть, ну, страхами, вашими сомнениями, вашей болью и так далее. Быть может, в какой-то момент вы почувствовали, что пользуетесь им. Я сейчас ни в коем случае не обвиняю вас. Можете мне в этом смысле поверить. Поверить, желания обвинять у меня нет. Но ваше чувство вины свидетельствует о том, что где-то были нарушены личные границы. То, что вы их, свои личные границы, не сказать, что вы хорошо чувствуете, не сказать, что вы хорошо их замечаете. Вот на это, как мне кажется, в первую очередь и нужно обратить вам свое внимание. Я только не знаю, хотите ли вы прямо сейчас это делать. Потому что, собственно говоря, вы и вопрос это не задаете. У вас нет вопросов. Вы не спрашиваете ничего. Просто говорить о том, что вот, не знаю, что делать, мне больно и так далее. Быть может, если вы присмотритесь к себе, и быть может, если вы поисследуете, немножечко, если вы поисследуете себя, то вы увидите, что, возможно, там, где вот есть то, что вы называете болью, возможно, там есть что-то еще. Возможно, вы увидите, что там присутствует что-то еще. И вопрос заключается в том, хотите ли вы это поисследовать? Хотите ли вы, хотите ли вы поисследовать то, что у вас там, помимо боли? Может быть, может быть, вы сможете увидеть, что, возможно, помимо боли имеется, имеется место быть какие-то еще переживания. И вот эти переживания вам и нужно увидеть и выражать их. А сейчас, на данный момент, понятное дело, что этого вы не замечаете, вы не замечаете, что с вами что-то происходит. Вы не замечаете, вы не видите, вероятно, этого. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы вам с этим помочь. Для этого мы, в общем и целом, и работаем. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Что-то позволит вам начать над собой работу, позволит вам лучше разобраться в себе, сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Продолжение следует... Продолжение следует...